Здравствуйте уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров в Харькове, 15 часов 32 минуты, 02.11.2016 года. Данный ролик я пока не буду комментировать, искренне надеюсь, что комментарии добрых, светлых, разумных людей красноречиво под этим роликом все сообщат автору данной работы. Интересно девки пляшут, то есть автор, в отличие от Вячеслава Котлярова, скрывает свое лицо, скрывает свою фамилию, имя и при этом еще изменил голос. То есть вы уважаемый стренджер, что думаете? Вячеслав Котляров просто так знает истинное положение вещей? В любом случае спасибо за относительное уважительное отношение к моей персоне. Я бы конечно по каждому пункту бы прокомментировал бы этот ролик, но я подумаю, а стоит ли его вообще комментировать это раз? Как можно общаться с человеком, который прячется под никами, который никогда не показывает своего лица? Это настораживает. Вячеслав Котляров вышел в единое пространство под своим именем, под своей фамилией, внешность не скрывал. Далее, это замечательный ролик. Знаете почему? Ну, уважаемые слушатели и зрители, несомненно, понимают, к чему я веду. Вы знаете, да, вот эта ситуация складывается таким образом, что даже любой негатив однозначно становится позитивом. Странно. Уже Стрэнджер и без того закамуфлировался. Уже Стрэнджер. Кстати, мне звонил в течение месяца, 4 или 5 раз в Скайп Стрэнджер. Я не знаю, тот ли этот Стрэнджер или не тот, но он звонил. Но я трубку не взял, потому что у меня, знаете, как бывает, вот идет звонок. А есть более важные моменты в моем понимании. То есть я сейчас делаю ролик для вас, идет звонок. Причем он идет без предварительной переписки, вот просто так, от балды. В завершении данного выступления желаю поделиться с вами следующим. Ну, первое, мы уже поняли, что если человек себя прячет, что можно уже дальше говорить? Да ничего уже нельзя говорить дальше. Вообще, в принципе. То есть, в суду все ясно, что дело темное. Это раз. А второе, самое главное, что... Нет, это не самое главное. И всего лишь второе. Человека зависть. Пичная зависть. Он же как выходил в единое пространство? Он же думал, супергерой? А когда выяснилось, что все обстоит далеко не так, и супергероев значительно больше, чем автор этого ролика предполагал, тут уже, как я написал в одном из своих стеклов, Судьба реально сдвинула, но я не угасаю. Судьба мне вызов кинула, я вызов принимаю. Разорвется сердце на части, да осколки ударят в пески. Лучше умру я от счастья, чем умру от тоски. Приятного прослушивания. Разоблачение Вячеслава Котлярова. Здравствуйте, мои дорогие любители непознанного, загадочного и мистического. Сегодня у меня, пожалуй, самый эпичный персонаж, которым надо остановиться надолго. Надеюсь, у меня хватит терпения пересмотреть его видео и найти самые эпичные фейлы. Ну вот, сейчас пока первый эпичный фейл славы Котлярова. Вот эта запись, меня каждый раз, как я ее просматриваю, заставляет улыбаться, просто вот не могу сдержаться. Да, к сожалению, слава Лить Году просто вот не о чем говорить. Начинает он раскрывать эту тайну только на шестой минуте. На седьмой даке. Давайте вот так. Деревья, на самом деле, это не пеньки, как нам говорили, что это срез дерева. Я очередной раз озвучу истинное положение вещей, которое любой здравомыслящий человек, благодаря своему воображению, просто нарисует картину. Эти леса, точнее, эти пни, они не снизу появились, а сверху. Что я имею в виду? Ну, во-первых, в статье говорится, деревья там достигали несколько сотен километров. Они не могли эти деревья достигать несколько сотен километров, потому что наш купол Небесный Свод просто бы не позволил такому гигантскому дереву, он бы купол бы пробило, это дерево бы купол пробило. То, что там аватары, сказки, это хорошо, только они находятся, аватары, немножко в других мирах, но они есть. И то, что я дальше скажу, я не отрицаю кремниевую жизнь, я просто подчеркну, что на самом деле из себя представляют эти пеньки. А эти пеньки, это остатки переработанной, скажем так, породы. Вот представьте гигантскую мясорубку, у которой отверстия не круглые, а шестигранные. И эта гигантская мясорубка находится на гигантском, скажем, летающем заводе. И этот завод просто фарш, точнее не фарш, пускай будет фарш, ну бетон вот этот, выдавливает переработанный, и он просто вниз эти, как говорится, стекает и очень быстро застывает. Есть немного фотографий, но есть красноречиво, сообщают нам фотографии, что эти пеньки появились не снизу, что нам пытается сайт Асгард рассказать, выросли деревья там 100 тысяч километров. А это всего лишь выдавленная из огромного космического аппарата переработанная руда через огромные, скажем так, сито шестигранными сотами. И опускаясь на поверхность, быстро застывало, ну бетон там такой технологии, мама не горюй. И аккуратненько они же срезали вот эту жижу, чуть-чуть дальше летели, опять делали это, скажем, выброс этого фарша через шестигранные соты, и оно падало вниз хаотично. Иногда достигало полностью земли и распластывалось, а иногда в некоторых случаях бетон настолько быстро застывал, что в воздухе зависал. Надеюсь, для людей с образным мышлением стало все понятно. Здесь даже с точки зрения логики и правового смысла по фотографиям правильно все нам подсказывается. Ну что, на этом, пожалуй, все. Так особо буду вступить в толпу. Ну, славянная версия понятна. Только к логике и здравому смыслу она никакого отношения не имеет. Ну, давайте предположим, ладно. Сито там, мусорубка огромная, шестигранная. Ну, во-первых, шестигранники не идеально ровные. Как-то небрежно они там эти дырки насверлили в своей мусорубке. Потом славик заявляет, что часть не долетела до земли и застыла. А вам не кажется, что слишком ровные грани? Вот здесь, да? Очень ровные, как-то подозрительные. Больше похоже на то, что это просто трещина пошла, лопнула, кусок отвалился. И там внизу эти куски лежат наваленные тяны друг на друга горкой. Мы даже здесь наблюдаем вот трещинки. Здесь трещинка образуется, вот там трещинка идет. В общем, вот трещинка. Все это дело лопает, отваливается и лежит внизу. Так, ну, чтобы понять весь, всю бредовость славенной идеи, давайте посмотрим еще несколько фотографий. Вот мы здесь наблюдаем поперечину трещин, и как раз и ровненько все это дело откалывается и отваливается. Поэтому они разные высоты. Когда-то, возможно, они были... Невозможно, наверняка, были одному размеру. А вот здесь мы видим разницу в размерах, да? Насколько гигантская структура вот этих шестигранных. И тоже трещина по всем. Ибо везде. Везде и где мы наблюдаем трещинку. Либо в процессе остывания. Остывание, почему я говорю? Потому что, во-первых, это базальт. Это шестигранные базальтовые столбы. А базальт, конечно, в расплавленном виде не сверху теплый. А выдавливался снизу. Поднимался. Либо, скорее всего, в свободном состоянии просто вытекал наверх, поднимался и начинал остывать. И в процессе остывания образовались вот такие структуры. Мы наблюдаем разницу в размерах. Здесь они огромные. Ну, больше двух метров, я бы сказал, в поперечнике. Вот здесь человек за одну грань. Сетинство, да? То есть, довольно большие. Здесь мы видим, они немножко поменьше. Гораздо меньше. Вот кусочки, как раз, которые отвалились. Трещины опять. Поперечины. А, вот здесь мы видим, люди сидят на них, как пигуреточкой, да, стоят. Струбки. Гораздо меньше, чем предыдущие. Не сравним даже. Поэтому идея славена с мясорубкой. Ну, не катит. Просто не катит. Что же это на самом деле? Ну, как я уже сказал, это базальт в расплавленном виде вытекал на поверхность. И медленно остывал. Ввиду зависимости от температуры и скорости остывания, формировались разного сечения столбов 6 градусов. То, что они могут формироваться, доказали канадские ученые. Прошу не путать с британскими. Вот страничка. Ссылочку сейчас не видно. Если не забуду, описание скилл ссылку на их странице. У них есть и видео, и фотографии, и, в общем-то, все описание их исследований. Научных исследований. То есть это не просто где-то из головы кто-то взял там мясорубку, придумал, увидел что-то и ляпнул от балды, и сказал, что тайны разгаданы. Здесь люди занимались серьезными исследованиями, имеют доказательную базу, научную. То есть им можно доверять. В отличие от Славы. Вот здесь мы видим фотографию. В данном случае показан эксперимент с крахмалом. Раствор крахмала нагревали, остужали с разной скоростью и получали столбики разного сечения. Конечно, крахмал это не базальт, другие температуры. Другие свойства вещества. Но сам факт формирования шестигранной структуры получен с людьми. Так что вот эта версия мне как-то ближе. По крайней мере, она научно обоснована. Если я сумею здесь найти видео, я попробую вставить ролик, и там будет показано, как формируются шестигранные структуры крахмаля. Ну, я думаю, этот Славен фейл можно закончить. Да? С мясорубкой как-то неудачно получилось. Скажу так. Пойдем дальше. Искачу вам там еще на бруже. Спасибо. Продолжение следует... Ну и еще несколько моментов славянной галлюцинации. Давайте послушаем. Дария, Пацифида, ну Дарию еще по-моему Гипербария называют, континент Мо, Лемурия, легендарная Антлантида, это не вымысел. Все эти континенты пошли на дно. Следующий континент, который пойдет на дно в ближайшие годы, ну может 200-300 лет, а может и раньше. Это Америка. На данный момент, если мы посмотрим на Америку в разрезе, то это перевернутая пирамида. Даже мы, люди, если долбанем по этому перешейку всем ядерным арсеналам, которые у нас есть, он переломится и континент пойдет на дно. Ну, на самом деле я это пытался записать раз пять и ржал, ну просто сидим. А сейчас уже не смеялся, поэтому сдерживаюсь. Какой перешейк имеется в виду? По какому перешейку надо долбануть? А причем всем ядерным арсеналам, да? Если это имеется в виду панамский перешейк, так Слав, там уже панамский канал давно прожил. И что-то Америка никуда не тонет. Какое надо иметь представление вообще о материках, континентах, чтобы вот так вот мыслить. Перебить какой-то перешейк и Америка пойдет на дно. Что за бред? Я не могу, я не знаю. Я не могу это комментировать, ребят. На самом деле я просто ржал в этих местах. Не только в этом. Во многих других, конечно, тоже, но это просто эпик. Без комментариев. Давайте послушаем дальше. Долбить не нужно. Ковачи работают и днем, и ночью. Полезные ископаемые они... Да, я тут пропустил. Ковачи это персонажи выношенные. Вот некоторые девочки приходят. К словам, где на Ковачи приходят. Это персонажи, которые копают и добывают ресурсы на нашей планете. Кто не смотрел это видео. Ну вот такие друзья у нас тут промышляют. на планете. Вывозят соседние соты. Раньше они немножко поступали по-другому. Отходы, как мы знаем, есть сайт Асгард. И автор этого сайта сообщил нам, что вот эти гигантские пеньки, это остатки... Ну это то, о чем было видео сегодняшнего дня. ...гигантских деревьев. Ну, во-первых, высота купола не позволит такому гигантскому дереву расти. Это раз. Вот. А во-вторых, я уже в том ролике сказал в своем, что тайна кремниевых лесов раскрыта. Что это... Да, да, да. Раскрыто, раскрыто. Из гигантской, скажем так, условно назовем мясорубки бетонной выливался бетон-фарш, который заставал в воздухе в виде сот. То есть они в начале отхода просто скидывали у нас как кучки. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Сейчас отходы они аккуратно сбрасывают. В основном они сбрасывают в пустынях. Собственно, за счет этого и пустыни и появились на самом деле. То есть нам ученая, даже современная наука говорит, пустыня Сахара каждый год увеличивается на километр. Мы теперь с вами, уважаемые слушатели и зрители, знаем, она увеличивается на километр только потому, что из дна океана подымают землю. И у них технологии настолько уникальны, что они эту землю умудряются высушить до состояния песка и высыпать, так сказать, в пустынях. Без комментариев тоже не могу не улыбаться. Сначала они ее в виде бетона выливали, пеньки делали, а теперь перетирают песок из этой пустыни. У меня в одном вопрос. Почему не ссыпать этот песок назад в океан? И когда уже Слава прекратит бредить? И вообще, чем он пользуется, чтобы такие галитинации видеть? Поэтому все, что мы видим, это все полностью... И материки даже... Помните, как я в самом первом в своем ролике пошутил 25 апреля этого года? Что я не знаю, честно, кто выкопал Черное море, но то, что его выкопали, это однозначно. Яркий пример... Откуда ноги растут у этой истории, мы, наверное, все знаем. Да. До какой степени может доходить маразм, я тут уже не представляю. Вот нет слов, реально нет слов. Как можно комментировать бред? Вот просто бред. Например, Аральское море, которое также было выкопано, которое погибло, высохло, потому что оно было искусственно. Все искусственно. Стой, 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 стой. Вот здесь я смогу прокомментировать все, что я длинный диван. Аральское море высохло не потому, что оно было кем-то когда-то выкопано, и потому что оно искусственно. Дело в том, что Советскому Союзу в огромном количестве был необходим хлопок. Это был астропедический ресурс, который, наверное, до сих пор остается. Кроме всего прочего, его еще из-за валюты продавали на Запад. И объемы производства хлопка наращивали огромными темпами. Узбекистан, в общем-то, засеял хлопком огромные территории. Поливать его было нечем. Поэтому две реки Амудария и Сырдария использовались для полива. Были прорыты огромное количество оросительных каналов, которые забирали воду в огромных объемах из этих рек. И, соответственно, так как эти реки питали Аральское море, питание моря практически прекратилось. И тревогу по поводу Аральского моря начали быть очень-очень давно. Уровень начал падать. Это еще, наверное, в 60-х годах началось. Ну, как раз, когда начали вот этот процесс наращивания производства хлопка, да, рычеоканалов, тогда и заметили падение уровня моря Аральского из-за недостатка воды в двух реках, которые питали это море. Ну, деньги и хлопок были нужны, поэтому море исчезло. Хлопок до сих пор продолжает выращивать, воду продолжают забирать в этих каналах, этими каналами оросительными. И до останков этого моря доходят буквально кровь. Осталось два озера, маленьких и крайне пересоленых. Так что, вот это объяснено и объяснено давно. Тут даже спорят, в смысле, так шухой бред. Опять оказывается бредом. Ну, все происходит от незнания, просто от элементарной безграмотности, от низкого уровня образования или вообще от его отсутствия. То есть, ну, тут можно вообще отдельное целое видео снимать и перечислять, а что у Славы не хватает, да? Ну, это мы будем... Ну, пока воздерживаемся от этого. Я думаю, как и сам буду делать. Вот, я пока все, жду вопрос. Вообще, мне вот всегда казалось, например, еще из курса географии детской, что мировые океаны занимают гораздо меньше площадь, чем я вот сейчас смотрю. Ощущение, что раза в два как будто они на самом деле больше. По всей Африке, по всей Азии, правильно говорить, Асия. Вот, на, по-моему, на англоязычных картах до сих пор на некоторых сохранено истинное название не Азия, а Асия. Вот, также... Ну, дело в том, что не на некоторых, а на всех англоязычных картах пишется А, Си, А. В английском языке нет буквы З. Ну, это, опять же, славик от безграмотности сохранено истинное название. Я не могу. Рука-лицо, больше ничего не могу сделать. Вся Австралия может оказаться под водой. Вы же, все уважаемые слушатели и зрители, обратите внимание, что Австралия идеальная поверхность, как лист бумаги. Да ладно, неужели? А я всегда думал, что там перепад где-то примерно 2-2,5 километра. Я не помню точную высоту, максимальную в Австралии гор. Не больше двух километров, насколько я помню. То есть, ну, в любом случае, не идеальный. И в любом случае, ни как есть бумаги. Там есть, как минимум, два платоа больших. А при этом они не идеально ровные. Далеко не идеально ровные. Есть, конечно, там пустыня, да, примерно. Ну, на глаз, если так бледить, она более-менее должна бредить. Ну, не лист бумаги слова. Ну, зачем бредить? Если ты по карте пальцами поводил, и она глазкая, да, то это не значит, что Австралия такая же гладкая. То есть, такое ощущение, что гигантский ковш просто прошел по всему материку и идеально снял поверхность. А если Австралия... Да нет, там такой идеально снятой поверхности. Это опять бред. Откройте карту Австралии. Сейчас попробую найти даже. Вот у нас карта Австралии. Вот у нас два километра. Вот они, горы. Вот плато. В общем-то, идеально ровных краев мы не видим. А разница в высоте... Ну, под нуля... Да, здесь вот получается... Полтора километра. То есть, перепады довольно-таки приличные. Какой ковш, какая глазка повешена. Я не знаю. Опять Слава, какое-то кино посмотрел, я не знаю, где-то про кого. И про что. Про какую-то местность. Ну, несколько тысяч квадратных километров более-менее ровной пустыни. Ну, при чем тут какой-то ковш? Две следы ковша. Ну, бред. Всегда бред. Если в Австралии изучать, то там можно найти уникальные дороги, которые длятся на многие сотни тысяч километров. И в ширину они немаленькие. Собственно, эти дороги можно находить не только в Австралии, но и в Сибири, и по всему миру. Происхождение этих дорог... Да, происхождение этих дорог непонятно, неизвестно. Ну, в общем, видел я однажды одного исследователя, который на картах находил там какие-то дороги, там все дела, там прямо вот через лес идет дорога огромная, там шириночка, там не 200 метров, да. Ну, при более детальном изучении оказывается, что все эти дороги это всего лишь вырубки, современные вырубки под линиями электропередач, под высоковольтными линиями. Это никакие не древние дороги. Обычные вырубки леса, чтобы деревья провода не пообрывали, высоковольтные. Никаких там дорог нет. Ну, если на Google Map смотреть, да, то видно какие-то, блин, реальные просики, там замерял чувак этой линейкой, встроенной в Google. Там больше 200 метров, там все дела. Не знаю, какую уж он там теорию построил, но все от этого не буду вспоминать, но это тоже так смешно выглядело. Ну, тоже самый бред, я суть не тот слова. Ну и закончим мы, наверное, страничкой для самых маленьких. Здесь я не буду комментировать. Я думаю, все вместе просто улыбнемся. Вот Чебурашка, к примеру. Тоже, кстати, интересный персонаж, причем абсолютно не вымышленный. Из соседней ячейки есть соты, в которых живут такие чудесные, не знаю, как правильно сказать, зверьки или животные. Предполагаю, что будут вопросы про гремлинов, да, и гремлины, конечно, существуют. Я бы сравнил бы Чебурашка, это, наверное, больше к нашему псу относится, а гремлины уже к волку, да. Хотя они, в принципе, очень с кожей между собой. У нас был советский Чебурашка, а гремлин – это американский Чебурашка. Всем спасибо, всем хорошего настроения, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok